Хоккей — это поэзия. Я бы даже сказал, что и этих двух дворцов для нашего города не хватает, потому что загрузка 6 утра, когда начинают фигуристы и заканчивая в час ночи, когда заканчивают уже взрослые команды, которые в том числе и ветераны хоккея. Любви ко льду все возрасты в Югре покорны. Высшая хоккейная лига, молодежная, студенческая, детские, спортивные школы — любители. И это еще не все. В сентябре 2019-го в Сургуте и Ханты-Мансийске появилась новая и пока единственная слэдж-хоккейная команда «Мамонтята Югры», куда родители могут записать детей с инвалидностью в возрасте от 10 до 18 лет. Детки с особенностями требуют очень плодотворной работы физической. В этом виде спорта нам дается все для того, чтобы укреплять мышцы, восстанавливаться, быть лучше физически, соответственно, и интеллектуально развиваться. Поддерживать форму могут люди не только любых возрастов, но и любых профессий. Так называемая любительская хоккейная лига объединила студентов, предпринимателей, работников бюджетных сфер и даже режиссеров. Здесь можно играть в свое удовольствие и побороться за призовые места. Ребята ходят, молодые и немолодые, вот, собираются в команды. Город проводит чемпионат, называют чемпионат города, на приз главы города. Ну и как? Мы за него бьемся. Футбол я играл долгих лет 20-30, но стали болеть ноги. После этого перешел на хоккей, стали задействованы другие мышцы. И нормально сейчас и сплю, и бегаю, и получаю удовольствие. И как сказал бы поэт, на свете счастья нет, но есть хоккей и поле. И даже если вы не поклонник шайбы и клюшки, берите коньки. Ведь югра – это территория спорта и доступного льда.